В Гомельской области, при той поддержке, которая оказывается пострадавшим районам в вопрос социально-экономического развития, область пока еще не раскрыла свой потенциал. Вдумайтесь, в регионе осуществляется производство почти всех кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов, минеральных фосфорных удобрений, более 95% стали, около половины автомобильного бензина и дистоплива. Термополированного листового стекла и многое другое. У вас исключительное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура. По территории региона проходят транспортные коридоры север-юг, запад-восток, их важнейшая магистраль. Я хотел бы вместе с вами построить вот эту дорогу с востока на запад. Вот известная дорога есть, но она не кая, но я хотел бы сделать такую, как с Минска до Гомеля. И если тема транзита с Евросоюза уже совсем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой. Украина, Литва через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн. В том числе через Гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Но мы закроем этот транзит. Пускай ездят там через Германию или попробуют через Польшу, в три раза дороже будет. Мне кажется, здесь также имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпинскому порту. В совокупности с богатой минерально-сырьевой базой и высокой лесистостью, о чем мы говорили, территории, это оказывает уникальные возможности для инвестиционных предложений. Нельзя игнорировать богатое историко-культурное наследие, развитый туристическо-рекреационный потенциал. Здесь вот вы немало сделали. Вообще, когда приезжаешь в Гомель, особенно я сверху часто вижу, ну это вообще красавец город, особенно ранней весной. Ну красотища неописуемая. Это надо беречь. Поэтому у региона нет оснований быть середняшком по результатам развития. А пока выглядит это именно так, если не хуже.